В большинстве случаев используются два типа средств эвакуации. Это носилки так называемые волокуши медицинские и спинальные щиты. Не просто эвакуироваться самим, но и помочь пострадавшему коллеге покинуть зону чрезвычайной ситуации. Перед сотрудниками парков на учениях поставили задачу со звездочкой. На счет раз, два, три. Приподняли и транспортируем. Спинальный щит для тех, у кого есть подозрения на травму позвоночника или переломы. Волокуши для всех остальных. Хочется, чтобы не пригодились, но уметь использовать средства эвакуации сотрудники парка обязаны. Как и простые жители, знать правила безопасности в случае возникновения ЧАЭС. В первую очередь, конечно же, вы должны позвонить по единому номеру 112, сообщить о случившемся, чтобы максимально быстрые экстренные службы подъехали к этому месту. Потом вы должны приступить к самостоятельной эвакуации. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами, пользуемся только лестничными маршами. Идем кратчайшим путем к выходу. Традиционные учения прошли в Раздолье и Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. За действиями сотрудников следили профессионалы из Центра гражданской защиты округа. С персоналом отработаны навыки эвакуации пострадавших в результате взрыва, пожара и очевидной ситуации. Оцениваем действия персонала удовлетворительно, все сделано правильно, замечаний по результатам проведенной тренировки нет. Такие учения в Одинцовском округе проходят регулярно, раз в квартал. И не только в парках, а на всех объектах с массовым пребыванием людей. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.